Бутай стал центром притяжения для мировых художников. Живописцы зарубежные и отечественные собрались на симпозиум в Северном Казахстане, в том самом месте, где 45 лет назад была сделана прогремевшая на весь мир находка. Артефакты бутайской культуры подтвердили, что именно на этой территории человек впервые одомашнил лошадь. И если раньше к археологическому памятнику, ставшему национальной гордостью, со всей планеты ехали ради науки, то теперь еще и за вдохновением. Участники симпозиума отмечают именно об этом, говорил Касымжумар Тукаев, когда отмечал, что от наших предков нам досталось огромное наследие, которое нужно последовательно модернизировать и продвигать во всем мире. Анастасия Дороняк расскажет. Художники из Канады, Германии, Франции, Бенина, Румынии, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана знакомятся с известным во всем мире памятником археологической культуры поселением Бутай. Каждый из участников симпозиума мечтает пополнить свою коллекцию работами с древнейшего человеческого поселения. Я счастлив, что нахожусь сегодня здесь. Это уникальное поселение. Это богатая история, культурно-историческое место, которое вдохновляет на новые работы. Я рад быть частью этого. Это уникальный памятник культуры. Каждый день, проведенный здесь, это новые открытия, богатая древнейшая история, которую можно изучать и изучать. Нам очень интересно. Мы здесь уже больше двух недель. В своем выступлении на втором национальном Курлтае Касымжумар Тукаев отметил, наша многовековая история – это предмет национальной гордости, важная составляющая культурного кода нашего народа. Важным инструментом исторического познания выступает археология. Подтверждают это и отечественные художники, которые уже назвали поселение Бутай местом культурного притяжения. Мы не научные работники, мы просто художники. Но нам интересно прийти, приехать сюда и почувствовать вот это прошлое, удивиться. Это одно из самых древнейших поселений в мире. Здесь в одном сообществе могло проживать свыше тысячи человек в одном месте. Существовать, взращивать, пасти, выживать, заниматься рыбалкой. Казахстанский художник уверен, после симпозиума не только со страниц учебников и монографий, мир узнает, насколько глубокие корни нашей культуры. И чем больше мы будем показывать, говорить не только о Северном Казахстане, а о Казахстане мы будем заявлять всему миру. То есть правду ту, что здесь находится система уже мини-городов, система коммуникации. Здесь представители восьми стран, они же поедут домой, они же поедут на другие симпозиумы, они же будут рассказывать, где они были. Для них это удивительно, они все восхищены. По итогам работы симпозиума «Бота и культура Великой степи» выпустят каталог с творческими работами художника. Полотна выставят на аукционе, а вырученные с него средства направят в детские дома. Анастасия Дроняк, Евгений Мутль, Астана Таймс, Североказахстанская область.